В Туле состоялось открытие выставки, подготовленной культурно-просветительским центром Фавор Тульской епархии, совместно с областным краеведческим музеем и Тульской областной научной библиотекой к 100-летию возрождения патриаршества в России. Для любого музея, если это музей не центральный, не столичный, составить такую выставку исключительно сложно. Особенную радость составляет то, что практически все экспонаты, которые мы здесь можем видеть, это дарения митрополита Тульского Ефремовского Алексея. Это подлинное облачение Святейшего Патриарха Пимена, личные предметы Святейшего Патриарха Алексея и множество других предметов, которые помогают нам узнать о служении Святейших Патриархов. Когда-то на Тульской земле хранилась икона, чудотворная икона Николы Тульского. Она была древнейшей святыней Тульского Успенского женского монастыря. Но когда монастырь закрывался в 20-е годы, 20-го века, то эта икона была передана в Тульский художественно-исторический музей, тогда так назывался Тульский областной краеведческий музей. И эта икона, согласно учетным документам, хранилась в наших фондах до 1949 года. Затем спецкомиссии, это явленная икона, как ее еще называли, она была изъята. К сожалению, сейчас судьба этой святыни неизвестна, но когда мы готовили этот проект, то обнаружили шитую ризу с иконы святого Николы Тульского. Причем изначально были некие сомнения, что вдруг это не совсем та риза, в которую была облачена икона. Но когда мы открыли подлинную книгу 1913 года автора Николая Ивановича Троицкого, известного нашего тульского краеведа, археолога, мы увидели икону Николы Тульского, облаченную вот в эту вот шитую ризу. Конечно, большая радость, что частица этой святыни все-таки сохранилась до нашего времени. Ну и, конечно, эта выставка по-своему очень важна и значима для нашего общества, для нашей страны, для нашего государства, поскольку история русской церкви – это один из главных пластов исторических вообще в развитии российского государства, российского общества. Поэтому, скажем так, немного в преддверии этого значимого юбилея в Тульском областном краеведческом музее открывается вот эта замечательная выставка. Меня обычно спрашивают, а что, почему необходимо восстановить тот или иной храм, если идет речь о восстановлении того или иного города, мы сейчас работаем над проектом «Большая засеченная черта». Да потому что храм в любом городе, особенно в малом городе, в селе, поселке, деревне – это доминанта. Это то, с чего начиналась жизнь, с чего начиналось образование, с чего начиналась культура. И поэтому вот такого рода проекта, который мы сегодня открываем, он действительно уникальный. Я думаю, что он будет посещаться. Гостей выставки поприветствовал митрополит Тульский Ефремовский Алексей, отметивший связь Тульской земли с патриаршеством Русской Православной Церкви. Тульская земля по-особому связана с восстановлением патриаршества. Один из вдохновителей и ревностных, так сказать, служителей, возобновляющих патриаршество, был нашим земляком, происходившим потомственным из священнослужителей нашей Тульской ебархии, священноученика Ларион, впоследствии архиепископ Верейский. Он, участвуя в деяниях Поместного собора 17-18 годов, как раз был тем человеком, через которого собор сумел почувствовать важность этого шага. А вот в его духе так горело понимание того невидимого божественного замысла, что это было просто необычайно. И вот стал самым ближайшим помощником в трудах первого по восстановлению патриарха, святителя нашей Церкви, святейшего патриарха Тихона, святителя исповедника. И жизненная судьба двух еще патриархов по восстановлению патриаршества, святейшего патриарха Алексея I Семанского и святейшего патриарха Пимена Извекова, тоже связаны с нашей Турской землей. Святейший Алексей был в свое время архимандритом и ректором нашей Турской духовной семинарии, святейший патриархом Московской Веселой Руси Пимен был правящим архиереем в 60-м году нашей Турской гепархии. Поэтому мы связаны с этими личностями очень такими благодатными и нерушимыми узами и будем иметь возможность увидеть здесь вот все, что касается, что нам осталось из тех предметов, несущим на себе вот это дыхание и подвига, и боли, и надежды, и победы, содействующие человеческому духу божественной благодати. Спасибо, и пусть Господь утешает всех нас своими откровениями во время посещения этой выставки. Столетие Возрождения Патриаршества – это добрый и благодатный юбилей. В 1917 году, во многом благодаря трудам и молитвам Патриарха Тихона, ставшего первым святителем после Возрождения Патриаршества, Русская Православная Церковь была спасена от полного уничтожения в годы кровавого большевистского хаоса.